Дорогие друзья, приближается День Победы. День, когда мы чтим память отстоявших страну в той страшной войне. В борьбе за победу у Менделеевца был свой фронт и на Меусах, и на всей территории страны. Институт продолжал работать как крупный учебный и научный центр. Нужно было готовить новое поколение инженеров. Все понимали, что после войны придется восстанавливать промышленность. Но были среди менделеевцев и те, кто рвался в бой, на передовую. Студенты, преподаватели ушли на фронт. Письма домой, полевые дневники, связучие ниточки между прошлым и будущим, пожелтевшие лески, которые бережно передаются из поколения в поколение. Каждая строчка, как оживший голос тех, кто видел смертельный огонь, кто прикрывал товарищей, кто жил в жестких условиях, но не был сломлен. Давайте вместе, 78 лет спустя, вспомним, о чем писали менделеевцы-фронтовики своим близким и родным. Немец идет в наступление. Немецкие танки, около 60, прорвались через оборону. Стреляли по огневым позициям в 100 метрах. Разбили машину. Четыре человека убито. Есть раненые. Приказ отойти. Афанасий Михайлович прошел боевой путь от рядового до капитана. Вернулся с фронта. Работал в МХТИ. Когда после госпиталя ехал уже со всеми домой, не мог не обратить внимания на чудную летнюю ночь. Ее великолепие волновало душу и рождало слезы. В голове проносились эпизоды недавнего боя. После контузии на фронте в 1942 году инженер-полковник Николай Гаврилович Чернышев вернулся к научно-исследовательской работе для обороны промышленности. Милая, очень хотелось бы дожить до того момента, чтобы я мог послать тебе свой адрес и получить от тебя весточку. Я знаю, особых изменений у вас нет, но хотелось бы еще читать твоей рукой написанные строчки. Светлая память героям Великой Отечественной войны. С Днем Победы!